В остановке топографический техникум столкнулись два Ниссана. 42-летний автолюбитель на микроавтобусе выезжал из жилмассива. Ему нужно было повернуть налево, в сторону центра города. Мужчина, не так давно переехавший в краевую столицу из Азербайджана, направлялся на работу. В центральном округе у него магазин. Вечером он как раз собирался привезти туда партию товара. Автолюбитель был убежден, что перед маневром внимательно посмотрел, нет ли на главной дороге машин. Своего оппонента, 25-летнего шофера Ниссана Присаж, он не заметил. Минивэн приближался со стороны остановки 51-я школа. Водитель начал выполнять обгон попутной машины. Микроавтобус и минивэн столкнулись уже на встречной полосе. Виновником назвали шофера каравана. Выезжая на главную дорогу, он был обязан уступить минивэну путь. А около трех часов ночи в центре Хабаровска столкнулись две идентичные машины, Тойоты Ист. Иномарки отличались друг от друга лишь цветом. Определенную роль в этом ДТП сыграло появление на дороге наряда ДПС со включенными маяками. Патрульные обгоняли автолюбителя, который все это время пытался понять, не хотят ли его остановить полицейские. Поэтому все его внимание было сконцентрировано вперед. Похоже, шофер красный Тойоты Ист тоже был зачарован, едущий поперек патрульной машиной и проморгал появление оппонента. Виновник столкновения – шофер с 12-летним стажем. По главной же дороге ехал водитель, дорожный опыт которого менее года. Около девяти часов утра в районе Гупровского городка столкнулись Тойота Алион и Киа Спорт Эйдж. Запись видеорегистратора инспекторам предоставил 41-летний водитель кроссовера. До приезда полицейских автолюбительница, сидевшая за рулем седана, была уверена, что именно она виновата в аварии. Горожанка выезжала из жилмассива по улице Широнова, как полагала женщина, второстепенной в данном случае дороги. Полицейские внесли ясность – из-за отсутствия знаков приоритета этот перекресток считается пересечением равнозначных дорог. А значит, Алион был для водителя Киа так называемой помехой справа. Несмотря на это, вину водителей сотрудники ГИБДД признали обоюдной. Несколько раз просмотрев запись, инспекторы пришли к выводу, что автолюбительница на Алионе остановилась безо всякой причины, тем самым преградив путь водителю кроссовера.